добрый день дорогие мои друзья итак мы продолжаем с вами построение базовой конструкции по просьбе просто марии нашей подписчицы на фигурку нижнего типа прошлый раз это уже часть 3 прошлый раз мы с вами остановились на том что мы дошли в построение базовой конструкции до необходимости оформить выступ ягодиц как вы знаете для того чтобы оформить выступ ягодиц нужно убрать лишнюю ткань в области лопаточек для этого мы на спинке оформляем полу рельеф и давайте так и сделаем выберу начало этого полу рельефа вот в этой точке и сделаю вот таки вот до линии талии я его правила то есть из правая сторона полу рельефа начало совпадает с точкой с 2 но она у нас с 22 называется на самом деле назовем ее из 2 затем ширина лишней ткани обычно 2 сантиметра размер очень большой давайте сделаем два с половиной давайте сделаем два с половиной сантиметра может быть даже три у меня было четыре однажды но давайте три сделаем ответе как трудно 3 хорошо я выбрала ты то есть я откладываю вот здесь три сантиметра видите как трудно не видя фигурку в общем то понять что с ней не так чтобы это все было построено правильно так как я сейчас рисую влево 2 полу рельеф чик который изображает у меня вот эту самую лишнюю ткань в области лопаток то я линию провожу вторую параллельно 1 вот так вот провела линию между ними вот это все лишняя ткань какой помните так затем мне нужно увеличить раствор талиевой вытачки талиевой вытачки я еще здесь не знаю мы с вами их не построили потому что нам непонятно это пройма ладно хорошо так как в обычной конструкции талиевая вытачка у нас 6 сантиметров у фигурок вот такого типа с выступом ягодиц в этом случае я предположу что она у меня 77 сантиметров может быть или даже 8 а вот сюда если вы помните мы отложили уже полтора сантиметра забрали давайте тогда оставим вот здесь 6 с половиной сантиметров вот эти 6 с половиной сантиметров у меня будет вытачка по спинке сзади до 6 половиной сантиметров запомним это 6 с половиной и плюс полтора сантиметра которые мы отвели средний шов спинки у нас задняя вытачка с вами на самом деле оказалось 8 сантиметров значит запомним себе что это раствор задней вытачки 8 сантиметров хорошо выбрали 6 с половиной здесь до полтора здесь вот они 8 получилось давайте ее оформим 6 с половиной делим пополам вниз 13 15 сантиметров в нашем случае конечно 15 сантиметров и симметрично дорисовываем стороны этой вытачки дорисовали куда верхняя часть этой вытачки идет конечно к области лопаток где у нас область лопаток конечно выше линии груди вот она область лопаток поэтому где-то примерно вот сюда я нарисую вторую сторону вытачки и вот у нас получилась вот эта самая ракета который забирает лишнюю ткань у нас по спинке к ней с левой стороны конечно нужно добавить пропущенную вот эту нашу плечевую вытачку какой она у нас величины вот здесь было полтора сантиметра значит эти полтора сантиметра влево откладываем вершинку вытачки также влево сносим и соединяем эти две точки вот так и так мы с вами вот это тоже у нас все уже пошло как нам надо что произошло с нашей проймой конечно вернее не с нашей проймы а с нашей шириной спинки ширина спинки должна остаться 17 с половиной сантиметров а она у нас сейчас какая если мы выбросим вот это все она у нас 14 с половиной сантиметров потому что на три сантиметра мы забрали значит мы отодвигаем ограничение со стороны спинки на эти самые три сантиметра и ограничение проймы сзади будет уже проходить вот по этой линии а эта линия нам не важна тихонечко и и зачеркнем также параллельно мы должны отодвинуть и точку p2 получившуюся строго параллельно кладем линеечку параллельно линии талии линии груди всему и влево на три сантиметра подвигаем точку p2 подвинули теперь у нас точка p2 живет вот здесь и еще нам нужно уравнять стороны вот эти вот линии потому что они у нас будут сметываться воедино для этого смотрите как я делаю правую сторону полурельефа я измеряю с 2 вот здесь поставим точку т2 давайте т3 пусть у нас будет до 40 сантиметров значит эти 40 сантиметров пусть вот эта точка у нас будет т4 вот эта точка до 40 сантиметров я ставлю в точку т4 и начинаю двигаться вдоль левой стороны вот этого 2 полурельефа повернулись дошли аккуратненько повернулись где оказалось тут начало вот она оказалась значит с 2 совпадет вот с этой точкой назовем ее с 4 и с 4 мы должны соединить конечно с точкой p2 вот так вот у нас получилось плечико плечика есть вот эти полурельеф чеки все есть хорошо что-то визуально конечно мне не очень нравится а 39 с половинкой здесь был это 39 ну ладно вы меня простите то есть я вижу что вот эта сторона капельку все-таки покороче чем вот это получилось надо чтобы они были конечно одинаковыми на больших размерах это строить и проверять удобнее гораздо чем вот в этой вот маленькой истории еще листочек боюсь к себе подвинуть чтобы вам было все видно поэтому простим нам вот некоторые неточности но вы должны понимать механику и суть то есть вы оформили выступ ягодиц сейчас вот здесь и проймочка у вас стала поуже значит чтобы найти место для бокового шва по идее мы должны сейчас ее измерить она стала у нас 29 сантиметров делим пополам получается 14 с половиной боковой шовчик по большому счету переехал вот сюда я могу его перевозить а могу его и в принципе оставить на своем месте но пусть уж мы будем до конца корректны и мы сделали вот это вот перемещение то есть сейчас у нас как всегда мы любим нашу проймочку я вот этот вот сделаю пасу послабее предыдущий чтоб его не было видно нам да но это все оставлю как есть вот так мы подвинули его из-за того что мы подвинули спинку сейчас у нас все симметрично все одинаковое хорошо и мы должны оформить вот эту пройму и смотрите для того чтобы ее оформить мы нашли точку p1 мы нашли ограничение проймы спереди мы нашли точку p2 мы нашли ограничение проймы на спинке сзади мы еще не определили с вами ограничение проймы сверху а ну-ка давайте посмотрим конечно нам надо это все определять исходя из позиции вточного рукава но я сразу хочу сказать так как точной рукав у нас будет очень широким 36 6 получится 42 у него высота оката рукава 42 пополам 21 вертикальный диаметр проймы будет у нас 21 плюс 2 вот мы его сейчас нарисуем 21 плюс 2 получится 23 куда попадет 23 23 попадет вот сюда это будет ниже уровня груди и какое расстояние у нас будет до талии всего 12 сантиметров вот видите я знаю все это я уже в уме это все для полной руки давно просчитала я иду от обратного исключения из правил номер 2 для этого я посмотрю какая у меня на страничке 38 книжки длина спинки 40 что там для нее написано отрезочек т1 вот это талия т1 г он у нас будет 15 минимум 15 сантиметров где мои 15 сантиметров они оказались повыше чем моя линия груди на 1 сантиметр и вот это мне нравится мои хорошие боюсь что и это еще будет нашей барышни высоко но это уже покажет примерка мы выбрали безопасное состояние значит от точки т1 вверх мы отложили возьмем эту букву назовем буквой г т1 г мы отложили 15 сантиметров взяли это из таблички тридцать восьмой страничке книжки ну все а теперь я пытаюсь нарисовать пройму конечно же вот здесь прямой уголочек конечно же я должна вот тут как-то чего-то коснуться конечно же я должна прийти вот сюда и все вот это повторить на задней половинке так прямой уголочек здесь у меня рисуется вот здесь я где-то коснуться могу и в общем-то проймочка сзади выглядит довольно таки прилично но какая у нее ширина она похожа на тыкву значит мы должны ее как-то успокоить она у нас абсолютно не похожи на идеальную пройму так и конечно же этого же самого просит у нас наша фигурка потому что если мы сейчас с вами обратим наши взоры на то какой ширины получилось наше платьице в области груди давайте посмотрим мы измеряем расстояние от г 0 до левой стороны полурельеф чико так у меня 55 с половиной подвинулись справа 55 с половиной поставили в заднюю вот в эту во вторую сторону рельефчика прочитали результат 65 я вижу здесь с половиной вот столько я вижу ширину нашего платья в груди вместо сорока девяти плюс пяти сорок девять плюс пять я хотела было бы у нас сколько пятьдесят четыре а я вижу 65 с половиной 65 с половиной минус пятьдесят четыре получится 11 с половиной сантиметров лишних но пусть даже не 11 с половиной полтора сантиметра туда-сюда я возьму вот здесь прибавку значит я возьму прибавку по груди не 5 а 5 тире 6 с половинкой то есть полтора суда запишу у меня все равно 10 сантиметров будет лишних видите как 10 сантиметров лишних значит я должна от точки г влево отложить 5 сантиметров вернее не от г по линии груди мы работаем так и вправо 5 сантиметров получится 10 сантиметров я убрала вот так я нашла начало бокового шовчика здесь куда он должен прийти по линии бедер конечно вот в эту точку b1 вот в эту точку b1 а какая у нас будет талия я не знаю вот давайте будем считать теперь талию хотя свыточек надо было нам конечно начать ну что делать как говорится поспешишь людей насмешишь измеряем что сейчас мы имеем по талии никогда не поздно все равно вернуться и что-то поправить полшага назад сделать т т4 чему равно 53 запомнили 53 поставили эту меточку в точку т3 да и прочитали вот здесь 62 и так сейчас у меня по талии 62 а мне надо 40 сантиметров плюс 2 узенькая хочу по талии ну или 3 ну ладно плюс 2 получится 42 я хочу 42 а у меня 62 отнимаем 42 получится сколько лишних сантиметров 20 лишних сантиметров кошмар кошмар у меня есть передняя талиевая вытачка и у меня есть боковая вытачка вот эти 20 сантиметров так как я спинку уже оформила мне придется распределить между боковой вытачкой бокового в боковом шве и между талиевой вытачкой передней половинки но конечно талиева вытачка передней половинки может быть поменьше чем боковая вытачка как мы это распределим 20 20 значит 10 и 10 явно здесь 10 будет много плохо 12 и 8 8 это какая будет картинка тоже много давайте 6 возьмем 6 возьмем 6 возьмем на переднюю вытачку здесь и тогда 20 минус 20 минус 6 получится 14 по 7 сантиметров 7 сантиметров влево 7 сантиметров вправо и вот в этом месте в области меточки шега 2 вот здесь где-то выбираю я себе место для моей вытачки талиевой близко мерочки шега 2 вот тут я ее хочу сделать это будет серединка у меня до подальше отодвинулась от линии груди ближе боковому шву и она у меня 6 сантиметров сейчас я всю разметочку сделаю сделаю проверку и потом только пойду дальше и так вот это я отложила раствор передней вытачки она у меня 6 сантиметров задняя вытачка у меня кстати говоря 6 с половиной полтора 8 сантиметров можно заднюю вытачку еще немножко увеличить а переднюю вытачку как раз уменьшить давайте я так и сделаю я по одному сантиметру сделаю вытачку переднюю поменьше потому что у меня вряд ли вот здесь есть такой выступ огромный который у меня будет просить огромной вытачки а вот заднюю вытачку я на эти два сантиметра сделаю побольше вот сюда отведу и посмотрим что тогда у нас будет получаться давайте но только сначала сама себя еще раз проверю и так теперь передняя вытачка 15 так 23 34 с половинкой 42 с половинкой хочу 42 получила 42 нормально нормально по бедрам что по бедрам хочу 70 получила 70 по груди что еще раз 29 с половинкой так 45 с половинкой 55 55 а у меня 49 по груди хорошо все все значит мне вот такой раз вот такой разброс моих вытачек нравится давайте подпишем что здесь вышло здесь у меня вышло в конце концов было 6 сантиметров по сантиметрику 6 половинкой где-то было до 6 сантиметров по сантиметрику с каждой я стороны забрала у меня получилось тут что ли 4 сантиметра тут у меня вытачка получилось 14 сантиметров так здесь 4 тут 14 а вот здесь мы увеличиваем ее на 2 сантиметра она у нас было 8 сантиметра значит мы сделаем общую заднюю вытачку 10 сантиметров это уже вместе вот с этими полтора будет и переоформим соответственно вот эту сторону так ну и конечно надо для симметричности вот этой вытачки немножко сдвинуть и серединку чтобы у нас было все корректно вот так и теперь вот так у меня будет получаться же боже мой опять 17 18 минут но уже пришли чуть-чуть задержимся чтобы оформить вот эту историю до конца быстренько берем наше любимое лекало оформляем боковой шов для этого здесь поднимаемся на полтора сантиметра и выпуклой линии приходим к линии бедер вот так здесь поднимаемся на полтора сантиметра и выпуклой линии переходим к линии бедер как быстро летит время вроде говорить стану стараешься быстро а все равно не получается дальше двигаем лекало вот так и оформляем верхнюю часть начиная вот с этой точечки и проходим через выбранную нами ранее посмотрите как красиво получилось мне уже это нравится картинка замечательно повторяем все с этой стороны и вот и все и проймочка уже получается по-человечески нормальная я могу ее проработать поярче смотрите какая она хорошая будет да так сейчас чуть-чуть подвинем наше лекало вот тогда с этой стороны тоже самое и прямые уголочки у нас рисуются и все и все получается в общем-то уже достаточно правдоподобно и добротно аккуратно и качественно вот здесь прямые уголочки надо бы конечно по-хорошему и быстро быстро строим переднюю вытачку от груди отступили на три сантиметра вниз мы сделали она у нас довольно широкая поэтому сантиметров 13 а то и 14 вниз мы ее продолжим нижняя часть передней вытачки всегда будет прямая а верхняя часть оформляется с небольшой выборкой на грудь но это вот мы подошли с вами к финальной заключительной вроде бы серии оформление нашей базовой конструкции привычным для нас способом но это еще мои хорошие не конец вот это то что мы могли бы с вами сделать конечно увеличив вот здесь вот расширение добавив вот это расширение внизу потому что этого просит у нас фигурка это для спинки этому сделали вот так вот для полочки не могли бы поставить на этом точку и вот это было бы у нас наложение ткани но я вам покажу еще одну очень интересную историю которую можно здесь применить для того чтобы ваше платьице было имела просто безупречную идеальную посадку и всех вас очень порадовало и так разрешите на этом сегодня прерваться пожалуйста продолжение следует ставьте лайки подписывайтесь на мой канал всегда ваша галина каменька до новых встреч